Привет, друзья! Сначала начнем с интересных новостей. Партия Шор поймала в ловушку парламентское большинство. В общем-то, это было ожидаемо, потому что, знаете, когда люди более опытные и более хитрые играют с людьми, у которых опыта меньше, так происходит часто. О чем идет речь? Дело в том, что сегодня они зарегистрировали законопроект, который предполагает отказ Молдовы от перехода на зимнее время. Мы с вами знаем, что каждый год Молдова переходит то на зимнее время, потом весной переходит на летнее время. И о том, что от этого надо отказаться, давно ходят разговоры во всем мире, потому что, в общем-то, это когда-то делалось во время 70-е годы, когда был нефтяной кризис, не хватало электроэнергии и надо было чуть-чуть сэкономить. Но экономия, на самом деле, минимальная, тем более, что у нас в Молдове нет производств, которые потребляют огромное количество электроэнергии, экономят там бытовые потребители какие-то, я не знаю, в месяц, может быть, там человек экономит 10 лей или не знаю сколько. А вред для здоровья доказан, и это очень серьезный вред, который, в общем-то, с годами накапливается и создает проблемы. Поэтому Европейский Союз, в частности, Еврокомиссия 26 мая 2019 года и Европейский парламент проголосовал за отказ от сезонной смены времени с этого года, с 2021 года. Дело в том, что этот законопроект, в общем-то, с большой вероятностью был бы предложен кем-то в этом парламенте, скорее всего, той же партией действия «Солидарность». Может быть, это произошло бы в сентябре, может быть, чуть позже. То есть, об этом говорили еще год назад, что вот это последняя осень, когда мы будем менять время, или уже даже с этой осенью перестанем менять. То есть, по крайней мере, все. Эта точка отсчета начинается отсюда. С осени у нас будет время без перемен. Но в чем хитрость? Дело в том, что Шор опередил ПАС и внес тот законопроект, который должны были бы сделать ПАСовцы сами. ПАСовцы сейчас делят должности, им как бы не до этого. Ну, и как бы, если честно, конечно, это не первоочередной проект. Но, тем не менее, они попали в ловушку. Почему? Потому что сейчас такая ситуация, что, с одной стороны, ПАС должна проголосовать за этот законопроект, потому что, ну, это как бы нормальный законопроект, его ожидают люди, этого просят наши партнеры по развитию. Как бы, это то, что должно происходить. Но, с другой стороны, как им проголосовать законопроект, который предлагает партия Шор, которая для них не рукопожатная, которых они называют за глаза преступниками уголовными, а некоторые прямым текстом, прямо во время заседаний парламентских называют их организованной преступной группировкой. И вот сейчас они должны будут проголосовать за законопроект, который предложила организованная преступная группировка. Ну, так они их называют. И как поступить им в этой ситуации? На самом деле, реально, они немножко попали в капкан. Отказаться сейчас, сказать, нет, мы не будем голосовать за их законопроект, будет немножко глупо выглядеть. Сказать, что нет, мы не будем голосовать за их законопроект, зарубить его и на следующий день выдвинуть этот же законопроект от себя, тоже, в общем-то, будет выглядеть немножко странно. Или, вот не знаю, даже, честно говоря, как они выйдут из этой дилеммы, посмотрим. Потому что тут, на самом деле, ну, капкань, конечно, не катастрофа, ничего не произойдет. Ну, и проголосуют они за законопроект ШОР. Но понимаете, что ШОР, я имею в виду партия ШОР, когда будут потом делать какие-то публичные заявления или подводить какие-то итоги, например, конец этого года, они скажут, за наши законопроекты голосовали даже представители правящей партии. Ну, для правящей партии, конечно, это немножко засада. Вторая новость тоже интересная, на этот раз сложная дилемма у Игоря Додона. Дело в том, что национальный орган по неподкупности начал проверку его имущества. НОН начал проверку в отношении бывшего главы государства Игоря Додона на основании журналистских расследований, а также на основании нескольких официальных уведомлений. И цитирую то, что сказала глава НОН, Радикантыч. «Данный субъект декларации не только занимал пост президент со стороны в течение четырех лет, это должностное лицо с 2000 года, то есть 21 год, занимал государственные должности в Республике Молдова, и компетентные органы должны были проводить контроль в его отношении. Я надеюсь, что вскоре получу результат от инспектора НОН, которому необходимо проявить усердие и мужество». Ну, тут, знаете, как копнули, так копнули, с 2000 года, за 21 год. Я думаю, что нашего любого чиновника, даже какого-нибудь секретаря в селе, если так копнуть на 20 лет назад, то за этот период обязательно что-то найдется, какой-нибудь скелет или целый скелетища, целый мамонт в шкафу. И сам Дадон уже через своего пресс-секретаря заявил, что, ну, это как бы рядовая проверка, что всех чиновников проверяют, а это нормально, Дадон не боится. Ну, по крайней мере, делает вид, что не боится, потому что если он вообще-то психически здоровый, он должен бояться очень серьезно. Дело в том, что на самом деле это первая проверка Дадона, первая настоящая проверка за всю его жизнь. Потому что Дадон был чиновником при Воронине, в которой, в общем-то, у них были отличные отношения, он работал на Воронина, и, конечно, его никто не проверял. Хотя он тогда уже был в Минэкономике, и там как раз крутились очень серьезные деньги, но его никто не трогал. Он был чиновником при Филате, и уже потом он был депутатом парламента. Опять-таки, при Филате его тоже никто не проверял, потому что мы помним, что и сам Филат намекал, что там была какая-то сумка, и Шор рассказывал, и Усатый рассказывал, то, что когда-то в свое время Дадон получил от Филата очень серьезную такую спортивную сумку. Потом он был чиновником при Плохотнюке, он стал президентом при Плохотнюке, при помощи Плохотнюка. И, опять-таки, никто Дадона не проверял, потому что их псевдоконфликт с Плохотнюком, он не был настоящим до того момента, когда Дадон кинул Плохотнюка, и Плохотнюк вынужден был сбежать. До этого момента они, конечно, прекрасно договаривались по всем вопросам, и никто, конечно, не разбирал, что там с имуществом у Дадона, откуда у чиновника, простого чиновника, который 20 лет был чиновником, с зарплатой, я не знаю, сколько у него, там, 5 тысяч лей, 7 тысяч лей, как он с такой зарплатой купил себе трехэтажный особняк, как это вообще такое возможно? Никого это не интересовало. Потом, если они проверяют еще и на основании журналистских расследований, то есть его вот этот вот, даже не знаю, как это называть, базу отдыха, только для себя, для своей семьи, Садова, короче, у него есть много чего можно поискать, и очень это все, на самом деле, очень интересно. Ну, то есть вот на этот раз раскапывают полностью, и тут, конечно, будут копать все, как я сказал, дом, имущество, машины, и самое главное, что в этот раз есть желание накопать. Я в одной из прошлых программ говорил о том, что сейчас все наши погоны, все силовики роют землю, чтобы доказать новой власти, что они полезные, каждый в меру своего понимания. Я думаю, что в их понимании включают так, чтобы накопать на Дадона, что у него там есть состав преступления, и сейчас, если в начале сентября произойдет смена генерального прокурора, я лично в этом не сомневаюсь, это вопрос, ну, буквально трех-четырех недель максимум, а может быть даже и двух. Вот как только происходит смена прокурора, новый прокурор тоже тут же начинает доказывать свою полезность властям. Он берет данные национального органа по неподкупности, по имуществу Дадона, по его проблемам с, по коррумпированию, я не знаю, как они это сформулируют, и начинают уголовное расследование. Тут, опять-таки, не надо быть большой Бабой Ивангой, чтобы увидеть, что эти события произойдут в ближайшее время. Тут, конечно, странно, что Дадон вернулся из Москвы. Я вот, честно говоря, я думал, что он умней, потому что, знаете, даже Платон, Кавкалюк, они поняли, куда ветер дует, и они решили наблюдать за ситуацией, за развитием ситуации в Молдове издалека, из-за границы, так спокойней. Дадон вернулся. Хотя, знаете, я не исключаю, что на самом деле он, все-таки я его не считаю дураком, он не хотел возвращаться, возможно, его за руки и за ноги там несли товарищи из Москвы до самолета, он упирался, цеплялся за все ручки дверей, за пол, там остались следы на полу от его рук. Он не хотел в Молдову, но, тем не менее, в итоге он в Молдове. И здесь, ну, я не знаю, правда, может так оказаться, что та самая бабка из-за тулей, которая ему обещала победу на президентских выборах, на этот раз она ему сказала, что он будет долго на свободе. Ну, если так, значит, ну, тогда тем более, у него очень серьезный повод бояться за свое будущее. Впрочем, мы с вами будем наблюдать, как это будет развиваться, это повторяю, это не надо ждать каких-то долгих месяцев. Это все произойдет вот-вот буквально, сейчас вот закончатся эти августовские праздники, каникулы, и вот с сентября, я думаю, начнут потрошить некоторых наших политических деятелей. Это будет интересно, очень хочется, чтобы это было по закону, чтобы не просто потрошили ради удовольствия толпы, а чтобы это было с соблюдением всех законных мер и процедур. Будем с вами наблюдать, подписываемся для этого на канал, ставим лайк, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok